Первопроходец Фокус со шпагами оказался совсем не таким простым, как Трикси надеялась. Во-первых, в ящик ей пришлось лезть самой, поскольку я ассистировать согласился только на таких условиях. Но не доверяя я острым предметам в понячьих лапках. Трикси же решила усложнить фокус, добавив на ящик реагирующие на магии кристаллы, чтобы доказать, что никакого волшебства тут не используется. Доказать-то, может, и докажет? Ну вот беда. Перенаправлять лезвую внутри ящика ей приходится лапками, а не рогом. И пока что это получается у нее не слишком хорошо. Мысль о том, что иллюзионист учится этому куда дольше, чем несколько дней, я старался от себя отогнать. Сам же помощь предложил. Теперь на попятны идти, как нехорошо. В дверь постучали, и я вздохнул с облегчением. Продолжение экзекуции откладывается на некоторое время. Просто потрясающе, насколько Трикси меняется, когда речь заходит о ее любимой работе. Наверное, всякий пиетет растерял, а командует, как на параде. Видимо, опять твоя обожательница пришла, хмыкнула Трикси из коробки. Без вариантов, согласился я. Тебя выпустить или посидишь пока. Сама вылезу. Кристаллы на коробке нерго вспыхнули, шпаги выскользнули из отверстий, а потом передняя стенка распахнулась, сивив миру раскрасневшуюся фокусницу. Пони оказались на удивление гибкими. Я как-то не ожидал, что они могут стоять на коленях задних ног, подобно людям. Ох, жара. Потом сделаю какое-нибудь отверстие в нижней крышке, чтобы дышать было чем. Задумчиво произнесла она. Так ты идешь открывать или нет? Иду, иду, смехнулся я. Не бойся, никуда от тебя твои угощения не денутся. Единорожка фыркнула, сделала фиш, что не понимает, о чем я. Ха-ха, ага, ага, как же. После того, как я потратил пару дней на обучение шарм базовым техникам гипноза, Джейд решила, что раз уж я не согласен на денежные благодарности, то надо сделать хоть что-нибудь. И, вспомнив, что мне нравились ее пироженки, начала ежедневно притаскивать сладости к завтраку. Вот сейчас, открыв дверь, я увидел ее рядом с полной корзиной, накрытой плотной тканью. Доброе утро, Арт, улыбнулась она. Доброе, Джейд. Я поднял корзину. Заходи. Естественно, общительная понька всегда оставалась на завтрак. После первого такого визита она тихонько спросила у меня, что нравится Трикси. И я честно сказал, что... После этого треть пирожных так или иначе включала в себя арахисовую пасту. И теперь фокусница ждала визитов кристаллопоньки ничуть не меньше меня. Хоть и по другим причинам. «Приветик, Трикси!» Помахала Джейд лапкой единорожки. «Утречко!» Поздоровалась та, хищно глядя на корзинку. «Я заварила чай. Пойдем?» «Пойдем!» Согласила Джейд, лукаво улыбнувшись. «Я сделала эклеры с арахисовой пастой. Вроде вкусная». Трикси отчетливо сглотнула слюну. Я усмехнулся, и мы пошли к столику в центре комнаты. Поскольку это был номер Беаты, стульев тут не было. Пони расселись на ковре. А я сел напротив, сложив под себя ноги. Как прогресс уродичей, поинтересовался я и куснул первое пирожное. Ммм, волшебно. «Гарнет вчера несколько часов старался изогиметизировать сфену», хиикнула Джейд. «Но так ничего и не вышло». «Ну, не все же должно получаться с первого раза», – пожал плечами я. «У Агаты же получилось!» «Это да». Первые эксперименты с внутривидовым гипнозом показали, что все-таки не я, Кошперовский, а поньки сверхгипнабельны. Агата справилась просто блестяще, и точно так же, как и я с первого раза. А вот Гарнет... Вопреки моим ожиданиям, у него вообще не получалось, как бы он ни старался. Неудобно способности внутри Земли распределились, поскольку Агата была хороша исключительно в фермерском выращивании кристаллов, а мистическая кристаллография для нее была темным лесом. Даже схемы читать ее быстренько обучили Аникс с Гарнетом, чтобы она могла создать линзу. Из-за этой неприятной мелочи ее работу я предпочел переделать с помощью Джейд, просто на всякий случай, хоть я и не сказал бы, что навык чтения схем очень уж сложный. «Может, у нее талант?» – усмехнулся я. «Да и вообще, не вижу, в чем проблема. Ни хай Агата всех гипнотизирует. Для этого кристаллографию знать не надо». «Я ему так и сказала, но он слишком хочет освоить эту технику самостоятельно», – хмыкнула Джейд. «Просто чтобы знать, как это делается». «Хочет обучать кого-то еще?» – предположил я. «Нет», – возмутилась Джейд. «Мы никому про это не расскажем. Секрет так и останется в роду». Я удивленно уставился на пони. «Ты что, серьезно?» «Да. Нам еще с жеребячества говорили, что тайны шарм должны оставаться у шарм. Мы еще ничего не знали, а нам уже вдалбливали, что секреты нужно хранить». «Глупость какая-то». Раздраженно цваркнул я. «Во-первых, это уже не тайны шарм, а мои знания. Я их получил не в тайном обществе, а в открытых источниках. И распространяться далее они должны точно так же. Ваш рот оказался неудел исключительно из-за того, что вы слишком хорошо тайны хранили. Все знания исчезли вместе со старшими родственниками. Хотите еще раз на эти грабли наступить?» Джейд задумалась. Видимо, такой подход к вопросу им в голову не приходил. «Как-нибудь зайду к вам в гости и обсудим этот момент». Я вздохнул. «Ладно», – она кивнула. «Ой, совсем забыла. И я же принесла твои очки». «Наконец-то», – обрадовался я. «Смотри, не разбей в этот раз». Хикнула она и вытащила из сумки небольшую коробку. «Ну, если что, создать новую не проблема». Я открыл крышку и полюбовался восстановленными очками. Хух, замечательно. «А что с чертежами счетов? Нашла что-нибудь?» «Только разработки полуторастосячелетней давности. Не оконченные, но я все равно принесла. Может быть, тебе это чем-нибудь поможет?» «Может быть», – кивнул я. «Не помешают уж точно. Ничего, если я заберу их с собой?» «Конечно, никаких проблем. Это копия». «А, ну, замечательно. Может, чем и поможет, хотя вряд ли. Заброшенные разработки на то и заброшены, что, скорее всего, создатель столкнулся с неразрешимыми трудностями по их воплощению. С другой стороны, у меня может быть другой взгляд на вещи». «И еще чайку!» – предложила Трикси, поднимая телекинезом чайник. В отличие от болтливых нас, она времени даром не теряла, и ореховые эклеры уже подошли к концу. «Предлагаю заняться пирожными, пока они не кончились». Улыбнулся Джейд, и мы принялись за своеобразный завтрак. Остаток дня я посвятил Трикси с ее подготовкой фокуса, и только под вечер, когда фокусница умчалась, взял очки и кристалл-фонарик, и пошел во дворец. В какой-то мере даже хорошо, что я только под вечер освободился. Даже несмотря на то, что все уже в основном расходились по домам, я встретил нескольких четвероногих знакомых, подошедших поболтать. Полагаю, пошел бы я днем, их было бы еще больше. Да, здесь будет еще хуже, чем в Контерлоте. Если там меня, наверное, уже забыли, как случайно сверкнувшую звезду, то здесь... Остается только надеяться, что они не создадут мой фан-клуб и не выпустят книгу «Все комплименты Артура». Жесть. Около дворца я начал с того, на чем меня в прошлый раз прервал Айрон. Рубиновая колонна со сложной внутренней структурой. Хм... Приема передатчика энергии, но очень мощный. Еще близко есть подземная часть, где-то на глубине двух метров. Он переходит в шарообразный конденсатор энергии диаметром метра три. Возможно, ниже располагается еще что-нибудь, но силовые линии, расположенные как в дороге, так и в своем конденсаторе, мешают это увидеть. Подойдя ближе к дворцу и взглянув на окончание луча, я подтвердил мысль о том, что такой парой рубиновых обелисков оканчивается каждая ведущая к замку дорога. Ну что ж, теперь настало время взглянуть на центр всей конструкции. Как и обещала Джейд, кристаллическое сердце действительно было чем-то невероятным. Внешняя красота камня изумительной огранки полностью терялась по сравнению с его внутренней сложностью. Оно чем-то напоминало конструкции шарм и точно так же состояло из элементов, предназначение которых знал разве что их создатель. Вещь в себе, которую к тому же сильно мешало разглядеть ее неспешное вращение вокруг своей оси. Так что я стал рассматривать постамент. Он был куда проще и понятнее. Большую часть составлял банальный энерговод. По виной секундному порыву, я перевел очки на слабую магию и едва не ослеп. Пришлось отойти почти что к самой колонне, чтобы во всей красе увидеть плазменный факел, в котором вращалось сердце. Любопытная конструкция. Но куда интереснее, что за всей этой энергией происходит далее. Она полностью поглощалась нижним сводом дворца. Пожалуй, пора переходить к основной части моего небольшого исследования. Стражники на входе были предупреждены о возможности моего прихода, поэтому впустили меня без каких-либо проблем. Всего лишь поинтересовались, почему так поздно. Объяснение, что повседневная жизнь дворца может мне помешать их, полностью удовлетворило. Внутри замка... Ну, полагаю, так могла выглядеть какая-нибудь телебашня, если зайти в ней в очках, позволяющих видеть электромагнитное излучение невидимого спектра. Ярко сияющие в стенах силовые линии, вспыхивающие под потолком коридоров и залов разряда энергии, многослойные сетки из чего-то вроде тонких лазерных лучей внутри пола. И все это немного переливается, меняет оттенки цвета, вдоль линии идет что-то вроде полупрозрачного энергетического пламени. Слегка напомнило первые часы под ЛСД. Ощущение было настолько сильным, что я поднял очки на голову, чтобы убедиться, что это не флешбек. Но нет, все великолепие тут же исчезло, а я оказался в темном пустом коридоре. Вернув очки на место, я снова погрузился в смесь наркотического трипа и картин современных абстракционистов. Зайдя в зал у приемов, я увидел что-то вроде еле-еле заметного призрачного урагана среди ярко сияющих сложными структурами стен. Зало находилось точно от кристальным сердцем, так что интереса ради, я снова переключил очки в режим слабой магии и замер в восторге. Стены и пол моментально стали просто светящимися белыми панелями, но в центре зала стал виднеться настоящий вихрь красок. Ума помрачительно. Я снова снял очки, чтобы убедиться, что это действительно та же зала. Офигеть. По умницам институте я интересовался, как же выглядел мир, если бы люди могли различать больше цветов и поляризацию света. Здесь значительно круче. Полюбовавшись зрелищем еще немного, я поднялся на следующий этаж. Вихрь красок был и там, но более четко различимый. Чем выше я поднимался, тем плотнее становились цвета и тем лучше становилось видно, что от стен замка в него добавляется какая-то холодная и более интенсивная энергия. Кажется, весь замок работает на то, чтобы смешивать разнородные энергии, а затем уплотнять их и... Я в нетерпении поднялся на самый верх башни. А? Что за фигня? Плотный, бешено вращающийся поток равноцветной энергии бьет куда-то в воздух и просто исчезает. Энерговозы с остатками ярко-синей энергии идут к очередной сложной кристаллической конструкции, из которой торчит шпиль дворца. Климатический щит, которым покрыта кристальная империя, использует только остатки энергии, причем лишь одного типа. Большая же часть уходит хрен знает куда. Я помахал рукой в той точке, где исчезает поток разноцветной энергии. Я ощутил резкое, дерущее по коже ощущение, полное остеоаналогичное тому, которое я испытывал в поезде, проходя сквозь климатический щит. Дернув руку, я задумчиво посмотрел на кожу, по которой еще пробегали небольшие зеленоватые искорки, быстро погаснувшие. Ну, это не особо неприятно, так что попробуем еще раз и сравним ощущения. На этот раз я сунул руку в поток энергии, а не в то место, где он исчезал. Ничего. Я начал медленно поднимать руку. Ага, похоже тут у нас что-то вроде дырки в пространстве. Я присел и начал оприсывать круги, пытаясь осмотреть ее снизу. Увы, ничего не видно. Все тонет в сиянии потока. А если сверху? Дырка находится где-то на уровне глаз. Если я подпрыгну... Прыг-скок. Да, надо найти табуретку. Я спустился вниз и начал слоняться по коридорам замка, пытаясь найти хоть что-нибудь подходящее. Ха, хрен бы там. В королевских замках табуретки вдоль стен не стоят. Не принято, понимаешь ли. Заходить же в комнаты я не стал во избежание неловкости. Стражника в замке не обнаружилось тоже. Да, здесь мне не контрлот. Попиняв себя за отсутствие прецензионной исследовательской табуретки, я пошел домой. Завтра прошу Трикси своять. У нее явный талант к плотническому и кузнечному делу. Судя по тому, как ловко она изготовила шпаги и ящик для фокусов. Но куда девается энергия, это только один вопрос. И табуретка мне выяснить этот момент не поможет. Нужен маг. Надеюсь, неоконченного высшего биаты будет достаточно. Ха, второй вопрос куда интереснее. Что за без преуменьшения гений создал все это? И зачем? Измерить идущие тут потоки энергии нечем. Но и без того очевидно, что климатический щит это лишь малая часть функционала дворца. И последний вопрос. Что за виды энергии смешиваются здесь и откуда они берутся? Попрощавшись на выходе со стражниками и подавив мимолетную мысль попросить у них табуретку, я пошел обратно в гостиницу. Подумаю об этом завтра на свежую голову. Утром, едва проснувшись, я отправился к Трикси. И, естественно, она уже вовсю работала. Провертела дырки в дне ящика и теперь задумчиво протыкала его шпагами, повторяя последовательность. Потрясающая преданность делу на самом деле. Хотя, кто бы говорил. Доброе утро. Доброе. Она отвлеклась в свою работу и улыбнулась. Ты как раз вовремя. Я уверен, ты поменяешь это мнение и едва узнаешь, зачем я пришел. Усмехнулся я. Все, отдых закончился. Пора за работу. Ты дал мне отпуск? Быстро ответила Трикси. Неделю назад. Так что он уже кончился. Беата? Я пригрозил ей пальцем. Не ссорься с работодателем. Мне нужна твоя помощь, как мага. О, но мой фокус... Придется отложить. Пойдем. Нас ждут великие дела. Даже не будем дожидаться твоей обожательницы. Хм. В принципе, позавтракать не такая уж и плохая идея. Ладно, ее подождем. Отлично. А может, тогда ты поможешь мне с фокусом? Просто, чтобы время зрения терять. Подозрительно смотрю на единорожку. Глаза честнючие. Но с лукавинкой. С одной стороны, хорошо, что она больше мне не шугается. Но если так продолжится, то чую, я еще буду с ностальгией вспоминать те прекрасные времена. Пойдем, хитрюга. Усмехнулся я. Она победно улыбнулась, и мы направились к ящику. К моему удивлению, сегодня все было гораздо проще. Трикси почти не сбивалась, перенаправляя шпаги. Не конючила, что я боевые втыкал их медленнее. А наоборот, после третьего захода даже потребовала, чтобы я увеличил темп. Вспомнив то, как легко винил ухватила, в общем-то, новую для него концепцию обработки электрических сигналов, а гата-теорию и практику гипноза, я задумался над тем, что способность схватывать на лету вполне может быть типична для пони. В последнее время я все чаще и чаще подумал над тем, чтобы принять предложение Селестии и занять должность профессора в ее университете. Конечно, предварительно выкатив ей целый райдер, раз в шуме не есть уникальные знания, которые она так жаждет получить. В отличие от шармуте, явно нет недостатков ресурсов. Так что нечего и церемониться. Факт в том, что я один не потяну все то, что хочу сделать. Порталы, ладно. Схему узкоспециализированного калькулятора для решения системы пространственных уравнений я уже нарисовал. С датчиками предстоит разобраться, но судя по тому, как Лиха Беат освояла индикаторы магии, с этим проблем тоже не будет. Но помимо этого есть целый пласт вещей, которыми было бы разумнее нагрузить других. То есть делегировать, да, более подходящий термин. Ту же единую систему единиц измерения. Будет лучше, если ею займутся сами пони. Мне же вместе с каким-нибудь толковым магом-единорогом, хотя может мне и знакомых хватит, собрать принтер и распечатать все книги с планшета. С драйвером возюкаться придется долго, но некоторые знания Си у меня есть, что-нибудь своять получится однозначно. Потом набрать класс и обучить их языку, пусть переводят. Даже немного удивительно, что подобная идея не пришла в голову самим пони. Но самому заняться тем, что я умею лучше всего, радиоэлектроникой. Имеющихся у меня наработок по проекту Шторм будет достаточно, чтобы создать процессор общего назначения. А дальше, ну там посмотрим. Кадр решает все, и если мне попадутся такие юные умы, которые отдаются работе с такой же отдачей, что и Трикси, да в сочетании с хорошим финансированием... Можно быстрее. И нам надо поработать над твоим костюмом. Признесла бята из ящика, прерывая поток моих мыслей. Костюмом? Каким костюмом? Удивился я. Ты же не собираешься участвовать в представлении, одетым в то, что ты носишь обычно. Ой-ой, мне нужен экзорцист, изгнать из тебя док Рерити. Я серьезно. И кто его на меня сошьет? Я. А ты умеешь? Удивился я. Конечно. Ну ты что думаешь, я свой плащ и шляпу в ателье заказывала? Вау, да ты настоящий кладезь талантов. Ага, я такая. Довольным голосом ответила единорожка. Великая и могучая, подразнил я. А еще талантливая и способная. И скромная. Очень. Мы рассмеялись. Ладно, для одного представления я, так и быть, согласен на костюм. Но по поводу дизайна, готовься к тяжелой битве. Справлюсь. Самоуверенно заветила единорожка. Ладно, готов. Давай еще. Еще пара тренировок, и наконец-то к нам пришла Джейд с корзинкой пирожных. Арт, а ты еще надолго в Кристальной Империи? Поинтересовалась она, едва принесенная корзинка слегка опустела. Я еще не закончил со всеми делами здесь, так что не знаю. Пожалуй, причем я. А что? Ну, если тебя не затруднит, я все-таки собираюсь купить гостиницу. Дополнительный доход никогда не повредит, не так ли? Так, и? Мне нужен твой совет, как представителя другого вида. О, как я вздохнул. Сегодня? Нет-нет, через несколько дней. Ну, тогда ладно. Почем там советы, говоришь, пять бит? Но первый бесплатно, хикнула она. А чем ты занят сегодня? Помогаешь кому-нибудь еще? Нет. В этом месяце я полностью черпал свой лимит на безвозмездный аутруизм. Я пока вернулся к изучению дворца, раз уж мои очки снова работают. О, настоящее произведение искусства, оживилась Джейд. Жаль, изнутри не посмотришь. Почему это? Удивился я. Я вчера как раз изнутри все и осматривал. Силен, восхитилась она. Меня укачивает, едва я надеваю там очки. Все эти вихри цвета. Да? Ну, не знаю, это даже близко не было похоже на тур тысячи километров на Запорожце по бездорожью. Активный отдых, говорили они. Будет весело, говорили они. Похоже, личная особенность пони. Интересно, а что там на верхнем этаже под шпилем? Очень интенсивный вихрь магии, я нахмурился. Погоди-ка, ты что, никогда не ходил туда посмотреть? А ты ходил? Поразилась она. Вау, на тебя даже такая магия не действует. О чем речь? Заинтересовалась Трикси. На верхнем этаже дворца, там где окончательно формируются заклинания, которым наш город прикрывают от холода. Плотность магии слишком велика, чтобы пони, даже кристальная, могла бы туда зайти. Магия начинает обжигать еще на верхней галерее, а сунутся в комнату со шпилем, все равно, что прыгнуть в действующий вулкан. И что, туда никто не заходил с момента постройки дворца? Ну, почему же? Время от времени там делают профилактику. Но на это время императрица останавливала кристальное сердце и поддерживала щит только своими силами. То есть пони даже не знают, что там творится, когда все работает в штатном режиме? Не нужно ли испечь, чтобы знать, как пекутся пироги? Рассмеялась Жейд. Разумно. Логично. Охренеть, там черт знает, сколько энергии уходит, черт знает куда. Они даже не знают. С другой стороны, если с их точки зрения там жарко, как в домне, значит, так задумано. Ха, кем? А кто построил дворец, поинтересовался я. Основатель империи. Охотно ответила пони. Тот, что привел сюда наших предков. И кто это был? Эм, земной пони. Кажется, его звали... Она закатила глаза. Гейн. Да, точно. Гейн Фридом. Я о нем мало что знаю. Тебе надо Оник спросить, она у нас спец по истории. Нет уж, спасибо. Я лучше воспользуюсь справочными материалами. Значит, Беата тоже не сможет пройти в комнату со шпилем. Она единорог, так что ей придется еще хуже. Покачала головой Джейд. Может быть, какое-нибудь защитное заклинание поможет? Предположила Трикси. Не уверена, она задумалась. Но лучше просто попробовать. Хм, в общем-то это не обязательно, произнес я. Почему? Давай попробуем, лобнулась Трикси. Я знаю несколько отличных защитных заклинаний. И раз уж тебе нужна моя помощь... О, раз уж ты сможешь туда зайти, может быть сделаешь несколько снимков? Гарнет будет счастлив. Как? На фиолетовые линзы. Они же для этого и предназначены. Ага, точно. Я совсем о них забыл. Что ж, стоит взять их с собой. Хорошо, попытаюсь, скивнул я. После завтрака я закинул в рюкзак еще и фиолетовые линзы. И мы все вместе вышли на улицу. Джейд почти сразу же распрощалась с нами и пошла в сторону мастерской. Ну а мы с Беатой направились в сторону дворца. Настроение у единорожки было самое что ни на есть солнечное. Она едва заметно пританцовывала и даже что-то напивала себе под нос. Что-то ты настолько счастливая, что мне ж завидно. Усмехнулся я. Что-то хорошее произошло. Конечно. В кои-то веки тебе нужна моя помощь как мага, а не просто подай принеси. Это просто потому, что до Твайлы далеко ехать. Подразнил ее я. Умеешь ты настроение испортить. Недовольно отозвалась она. Шучу, просто шучу. Ну, а ты на что надеялась, когда соглашалась на эту работу? Усмехнулся я. Интересные проекты, бешеное саморазвитие и карьерный рост? Увы, увы. Я получила гораздо больше, чем надеялась. Серьезно ответила она, посмотрев на меня с признательностью. И продолжение фразы про «без высшего образования нынче никуда» умерло у меня в горле. Ты даже позволяешь мне заниматься фокусами, да еще и помогаешь мне с ними. Иногда, уточнил я. Ну, а для чего еще нужны друзья? Спасибо, я это очень ценю. С чего мы вообще начали? А, ну да, точно. Только не вздумай геройствовать на этой почве, предупредил я. Если будет неприятно идти в эту магическую печку, то и не надо. Я сделаю снимки, и этого должно быть достаточно. Не беспокойся, я бы даже попытаться не стала, заверила меня Трикси. Один раз я спустилась вниз, туда, где Пай выращивает кристаллы. Это было неприятно. Очень. Она поежилась. Ну, вот и договорились. Кстати, а можно посмотреть, что там такое во дворце через твои очки? Я не против, но ты ведь можешь наколдовать заклинание, которое действует точно так же. Оно будет действовать за данное время, покачала головой Трикси. И если от зрелища действительно укачивает даже земную пони, то нам придется ждать, пока заклинание не спадет. Хм, похоже, очки все-таки удобнее магии в этом смысле. Без проблем. Как по мне, зрелище однозначно стоит того. И когда мы все-таки дошли до дворца, я отдал ей очки. Трикси отрегулировала их под себя, надела, начала с интересом осматриваться и внезапно начала заваливаться на бок. Упасть не упала, но на круп села. Ого! Рассмеялась она. Джейд не шутила. Надо же. Ну, чем выше, тем страшнее, хмыкнул я. Я лучше не буду больше пытаться. Она вернула мне очки и потрясла головой. Аж голова кружится. Зато красиво. Очень, согласилась она. А тебя правда не укачивает? Угу. Если хочешь, могу доказать. Не надо, я тебе верю. Перед входом на верхнюю галерею я заметил на полу надпись, которую вчера не увидел. Неудивительно, я же был в очках. Впрочем, не уверен, что меня бы остановилась моя нейтральная опасная зона. Я и так знаю, что неправильное восприятие мира ведет к фатальным последствиям. Что-нибудь чувствуешь? Поинтересовался я. Ого. Как будто стою перед огромным костром. Да. Похоже, придется мне идти одному. Наверное, подойдет вот это. Задумчиво произнесла Трикси и зажмурилась. Ирок вспыхнул, а затем вокруг нее образовалась сфера, немножко похожая на мыльный пузырь. Ага, помогло. Уверена. Я на всякий случай отодвинулся от границы поля подальше, чтобы ненароком не повредить его. Полностью. Пойдем. И она уверенно шагнула на лестницу. Предпоследний этаж. Погоди секунду. Я снял очки и положил их на землю. Посмотри сейчас. Почему ты просто не дашь их мне? Поинтересовалась Трикси. Не хочу повредить твоему заклинанию. Ничего ему не будет, отмахнулась она. Впрочем, ладно, как хочешь. Она взяла очки, нацепила их на нос и заранее сев с интересом огляделась. Ого, это просто... Просто даже слов подходящих нету. Здесь достаточно магии, чтобы сделать контролл летающим городом. Поверю на слово. Видишь, там есть разноцветная энергия, завернутая в вихре. И бело-синяя в стенах. Угу. Что это? Разноцветная, это эмоции. Она начала раскачиваться на месте. Но, кажется, сама этого не заметила. Все цвета теплые, так что эмоции тут только хорошие. Радость, восхищение, дружба, любовь. Прямо как на картинке. Совсем не смешиваются. А синяя... Никогда не видела ничего подобного. Но это магия, уточнил я. Магия, подтвердила единорожка. Просто невероятно плотная и интенсивная. И я даже не знаю, как можно было бы получить хоть немного такой. А разве что в самом центре заклинание оликорна. Если кому-нибудь из принцессы хочется сравнять с землей гору. Но здесь она течет, словно вода. Откуда можно взять столько энергии? Прелестно. Это даже не домно. Это ядерный реактор. Беата, сними очки. Да я вроде бы привыкла... Ой-ой-ой-ой. Она сняла эхо и чуть не упала. Видимо, действительно не заметила, что начала раскачиваться. Ого. Все нормально? Не беспокойся. Просто в очках действительно укачивает. Теперь наверх, да? Приди в себя сначала. Наверху тоже через очки придется смотреть. Я уже в норме. Она встала и даже немного попрыгала на месте, чтобы доказать, что головокружение уже прошло. Пошли. Она не сделала даже трех шагов по лестнице, когда защитное поле вокруг нее вспыхнуло и исчезло. Последующий за этим крип парализовал меня, но лишь на секунду. В следующий миг я уже подхватил истошно вопящую единорушку на руку и ерванул по лестнице так, как в раннем детстве, до того, как сломал себе обе ноги. Пулей вылетев из опасной зоны, я побежал к жилой части дворца. Трикси затихла и теперь только тихо всхлипывала. Где черт подери кабинет Кейденс? Вот он. Врача, срочно! Ряфкнул я, открыв дверь ударом ноги. Кейденс замерла, но тоже лишь на одну секунду. В следующий миг ее рог вспыхнуло, и она исчезла вместе с Трикси. Я же остался посреди кабинета, ошарашенный с ощущением, будто все волосы на теле встали дыбом. Черт, она же не знает, что меня невозможно телепортировать. Куда теперь? Я быстро перебрал варианты, и единственным разумным было оставаться на месте. Уверен, Кейденс правильно расставит приоритеты и вернется за мной, едва передаст биоту врачам. А что произошло? По-хорошему кратко спросила Аликорна, внезапно появившись передо мной в спешке телепортации. Мы были недалеко от шпиля дворца, когда ее защитное поле отказало. С той же сжато ответил я ей. Без единого слова Кейденс снова исчезла. Я же сел на диван. Напряжение потихоньку отпускало, и я занялся разбором полетов. Разбирать было особо нечего, ибо вывод напрашивался один. Я идиот. Полнейший. Надо было выкинуть ее оттуда еще в тот миг, когда она упомянула, что энергии, которыми здесь манипулируют, можно встретить лишь внутри боевых заклинаний, раз уж не догадался оставить ее дома после слов Джейд. О нет, мне же была нужна помощь мага. Получил. Молодец. Хоть без бятой ничего не случилось. Вскоре Кейденс появилась снова, и я тут же понял на нее глаза. Все хорошо, заверила она меня. Небольшой магический шок. Пару дней ей не стоит пользоваться магией или подвергаться магическому воздействию, и она будет полностью здорова. Пойдем, я провожу тебя. Повезло, выдохнул я. Ты быстро ее вытащил, ответила Кейденс. Но зачем вы вообще туда пошли? Вчера, когда я следовал дворец, я обнаружил весьма интересную аномалию, и сегодня попросил Трикси сходить со мной, посмотреть, в чем может быть дело. Вчера ты ходил туда один? Удивилась она. Без какой-либо защиты? Я не взаимодействую с магией, покачал головой я. Я даже не подозревал, что для пони там может быть опасно. До сегодняшнего утра. Трикси пошла в силовом поле, и все было хорошо, пока она внезапно не отказала, кивнула Кейденс. В этом самая большая опасность. Заклинания могут прекратить действовать в любой момент, без какого-либо предупреждения. Почему тогда это крыло не закрыто? Там же написано перед дверью, что это опасная зона, разве нет? Этого более чем достаточно для большинства пони. Ну а самые любопытные обычно обжигаются куда раньше, чем доходят до шпиля. Какая свобода выбора? Хочешь гореть, гори себе на здоровье. Кто же тебя запретит? Понятно. Но что же ты такого нашел, что тебе понадобился совет единорога? Хм, я остановился и, когда она сделала то же самое, спросил. Скажи честно, что происходит в шпиле? Там создается щит, ограждающий Кристальную Империю от холода. Уверенный ответ. И только? Прищурился я. Ну, да. С небольшим сомнением ответила Али Корна. Никаких признаков лжи. Погоди, ты что, думаешь, что я буду что-то скрывать? Ты же племянница Селестии, чуть улыбнулся я. Надо же было убедиться. Мы не связаны кровным родством, покачала головой она. То, что вся старшая знать называет друг друга родственниками, это лишь дань традиции. Погоди, но ведь ты же Али Корн, удивился я. Это ничего не значит. Али Корнами становятся, они рождаются. Я вытряшил на нее глаза. Да ну нафиг. Но я не помню, как я стала Али Корном. Предвосхитила она мой вопрос и немного погрустнела. И детство свое тоже не помню. Извини. Давай просто оставим эту тему. Предложила она и снова двинулась вперед. Лучше скажи, что такое ты нашел там, наверху? Ну, не могу назвать точные цифры, но на вскидку, на поддержание климатического счета уходит едва ли десятая часть всей энергии, которая идет через дворец. Скорее всего еще меньше. Что? Поразилась она. А остальное? Это как раз то, что я хотел узнать. Хмыкнул я. Весь поток магии, смешанный с эмоциями и внешней энергией, просто обрубается. Словно там какая-то дыра в пространстве. Это ее обеспокоило. И куда она ведет? Я же сказал словно. Для более точных ответов нужен маг. Тем не менее, это вполне возможно. Мне надо посоветоваться с Селестией. Ну, это твой замок. Делай, что хочешь. Слабо улыбнулся я. Нам еще долго идти? Уже на месте. Мы завернули за угол и зашли в первую же дверь. Продолжение следует...